Любой самарец мог стать ближе к науке на фестивале «Научный пикник» в музее Самара Космическая. Посетителей встречает директор выставки высоких достижений Елена Кузина и сразу демонстрирует фокус. Вареное яйцо проваливается в бутылку без помощи рук. Горлышко бутылки чуть месяца, чем диаметр яйца. Мы сверху его кладем, оно не проваливается. Но если зажечь бумажку, кинуться внутри бутылки, сгорает кислород, образуется вакуум, и яйцо просто засасывается, это такой эффект, который производит всегда впечатление. Детцы начинают отцам объяснять физические явления, а отцы, в свою очередь, и мамы тоже 50 на 50, начинают именно с такой научной точки зрения объяснять. Это такое очень приятное общение внутрисемейное. Сделать пластиковую игрушку своими руками, точнее ее смоделирует 3D-принтер. Такое возможно, правда, если создать специальную компьютерную программу. От развлечений к делам серьезным. Установка может сделать любую деталь для любой машины. Для инженерных решений абсолютно любых. Любой фланец, любой уголок, любую подставку, любой винтик. Ну, вообще, в основном, сготавливают корпуса, потому что он получается более дешевый. Провожает гостей с выставки радиоуправляемый робот Вася. Особой популярностью он пользуется у детей. Робот к вниманию привык и охотно общается с публикой, ведь он экскурсовод в детской библиотеке. Допустим, ребенок, который не может физически прийти в библиотеку, он заходит с ноутбука, подключается к роботу, появляется на экранчике, в результате чего другие дети видят его на роботе, а сам он управляет роботом и ездит, участвует в этой экскурсии. Не остались равнодушными к экспериментам по химии, физике и взрослые. Выставка очень понравилась. Я считаю, что для детей это очень интересно. Опыты хорошие. Внимательность. Робот. Организаторы надеются, что занимательные научные опыты посетители выставки продолжат и дома с детьми. А следующая встреча на интерактивной площадке Музея Самара Космическая пройдет только через год на пятом фестивале научного пикника. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.